День сотрудника органов следствия Особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Вячеслав Черепанов Вячеслав Анатольевич, здравствуйте Добрый день Позвольте вас поздравить с приближающимся праздником Скажите, пожалуйста, вот если говорить о том Когда следственный отдел или управление Немножко путаюсь до сих пор в ваших формулировках Стал отдельной структурой Какие-то изменения, видимо, произошли? Это было в 2011 году, насколько помню, да? Да, это было в 2011 году Следствие обрело процессуальную самостоятельность Независимость Мы стали отдельной самостоятельной структурой Следственный комитет Российской Федерации Без приставок при прокуратуре и так далее Ну а отдел, который я возглавляю Это отдел в составе нашего следственного управления По Алтайскому краю Первый отдел по расследованию особо важных дел Вот в следственном управлении сразу четыре отдела По расследованию особо важных дел Насколько я понимаю, да? Почему столько? У нас столько преступлений совершается? Или там какая-то специфика? Если изначально налогами занималась полиция, к примеру То потом все преступления Совершенные налоговые Были переданы в Следственный комитет Объем работы увеличился Был создан отдел Третий отдел по расследованию особо важных дел То же самое Коррупция Это второй отдел по расследованию особо важных дел И то же самое Преступления, совершенные Несовершеннолетними и в отношении Совершеннолетних Все тяжкие, особо тяжкие Для расследования преступлений данной категории Было создан четвертый отдел по расследованию особо важных дел У вас есть опыт работы и в районах края Вот в чем специфика? Я не знаю Это разные какие-то преступления совершаются в районах И вот вы теперь возглавляете краевое управление Да? Краевой отдел Отдел В чем разница? Ну, знаете Работать надо везде Хоть в районе Хоть в отделе аппарата Не вижу принципиальной разницы Единственное лишь Ну, чем отличается Отдел по расследованию особо важных дел Это категории Преступления, безусловно Которые нам подследственны Мы расследуем тяжкие, особо тяжкие Против личности Ну, допустим Расследуем бандитизм и так далее То те дела, которые Ну, в район руководство старается Не направлять, не отдавать И так далее Потому что они более сложные Более многоэпизодные Более резонансные С большим количеством обвиняемых И так далее Ну, в районе Я не скажу, что работать намного легче Там такие же преступления Подследственностью Следственного комитета Такие же убийства расследуются И так далее И следователи, которые приходят Со студенческой скамьи Он зачастую идет в район Учится работать там И руководство именно района Районного подразделения Районного звена Обучает Азам следственного мастерства Так скажем Так назовем Вы руководитель такого Серьезного подразделения Вот на ваш взгляд Какими качествами должен обладать сотрудник В первую очередь Ну, любой сотрудник Любого подразделения, я считаю Ну, безусловно Должен обладать высокой квалификацией Быть принципиальным Независимым Если следовать Специфике нашего отдела Очень хорошим должен быть аналитиком Должен думать наперед Любого преступника Отчасти должен на шаг Передумать То есть идти впереди Потому что Ну, есть Определенные моменты Когда вот у нас такая Игра интеллектов происходит При расследовании уголовных дел Ну, а в целом Выдержка Профессиональных Из профессиональных Качеств Прежде всего Уравновешенный Спокойный Нет необходимости Проявлять там Темперамент свой И так далее Ты работаешь На потерпевших В любой ситуации При расследовании Любого уголовного дела То есть потерпевший Это твой клиент Ты должен относиться К нему безукоризненно Ты должен быть Вежливым, корректным Непосредственно С обвиняемым Подозреваемым Там и так далее То есть ты должен стоять Ровно По центру Этого коридора Если здесь С одной стороны У тебя Слезы там Погибших Допустим Да, представителей Потерпевших То с другой стороны Могут быть и слезы Там мамы Обвиняемого Подозреваемого Поэтому Исключительно В рамках закона Вячеслав Анатольевич Ну, ведь нередко Следователями Являются молодые люди Молодые парни Девушки очень часто А есть ли какие-то Психологические Они есть, наверное Техники Поделитесь немножко Секретами Как привести себя В порядок Как не встать Ни на чью сторону И быть Ну, равнодушным Если можно так сказать В этой ситуации Не брать на себя Ну, знаете Я с чего начну Любой следователь Любое дело Он отчасти Пропускает через себя То есть невозможно Совсем абстрагироваться И не переживать И не думать О результатах своего труда Будущих, допустим И так далее Это во-первых Во-вторых Ну, что касается Методик конкретных То как таковых Их нет То есть человек должен Отчасти самостоятельно Себя воспитывать Все перед трудоустройством Проходят определенный Профессиональный отбор И так далее И тесты И полиграф Ну, очень много Моментов Связанных с трудоустройством С проверкой В том числе человека Совместим Не совместим Сможет работать Не сможет Сейчас у нас есть Прекрасная возможность Посмотреть Молодым людям Которые Устраиваются Общественными помощниками Поездить со следователем Посмотреть со стороны И понять Необходимо ли ему Это в будущем Готов ли он Посвятить свою жизнь Работе Вот В следственных органах Расследованием Каких дел Из вашей практики Вы гордитесь? Ну, безусловно Мы гордимся расследованием Всех дел Которые мы заканчивали С направлением в суд Поскольку это Финиш Это финал Работы следователя Да Это выход дела Направленного в суд Впоследствии Обвинительный приговор Ну Дел было Очень много Буквально В прошлом году Было раскрыто Дело Воробьев-Титов Рубцовская Которое Первый эпизод Преступной деятельности Был совершен В 2005 году Убийства Разбои И так далее Ну Их осудили Уже Получили Длительные сроки Лишения свободы Ну Вот Такой пример Пример В этом году Мы направляли Дело Об убийстве Совершенном Более 20 лет назад Это территория Города Новоалтайска Убийство Изнасилования Спасибо вам огромное Желаю вам успехов В вашей работе И Спокойных снов Спасибо Это было программа Наше время Мы сегодня беседовали С руководителем Первого отдела По расследованию Особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации По Алтайскому краю Вячеславом Черепановым Всего доброго И до встречи Субтитры создавал DimaTorzok